Текст Здравствуйте, ребята! Меня зовут Наталья Николаевна. И сегодня для вас я проведу урок русского языка. Тема нашего занятия – понятие о тексте. Для того, чтобы понять, что такое текст, ознакомимся с ключевыми словами. Итак, текст – это ткань, это словесное единство. Текст – ряд предложений, которые связаны по смыслу и грамматически и расположены в определенной последовательности. Основные признаки текста – это информативность. То есть каждый текст несет какую-то определенную информацию. Цельность – это тематическое и композиционное единство всех его частей. Если мы поменяем части, то мы увидим логическое нарушение. Далее – связность. Наличие грамматической связи между частями. Это и цепная, и параллельная связь. Завершенность – это относительная законченность. То есть вы понимаете, что если есть начало, значит должен быть и конец. Прочитайте и сравните две записи. Первая запись. «Маленькая льдина быстро плыла по реке. Далеко видны воржи голубые и синие цветы васильков. Чистым белым снегом покрылась земля». Скажите, пожалуйста, посмотрите, есть ли в этой записи слова из одной темы, из одной тематической группы. «Маленькая льдина быстро плыла по реке». Мы понимаем, что происходит. Но дальше идет предложение. «Далеко видны воржи голубые и синие цветы васильков. А потом чистым белым снегом покрылась земля». Мы понимаем, что перед нами просто-напросто даются отдельные предложения. Нет слов из единой тематической группы. Эти предложения не соединены между собой, то есть они не зацеплены, нет между ними связи. Невозможно дать название этому тексту, невозможно выставить тему. Непонятно, а для чего этот текст был написан. То есть мы понимаем, что перед нами просто нарезка предложений. Давайте посмотрим на вторую запись. Под городом Воронежем есть бобровый заповедник. Там на лесных речках живут бобры. Они перегораживают речки плотинами и на берегу прудов строят хатки. Что такое хатки? Это небольшие домики. Посмотрите, о чём рассказывает текст. О том, что есть бобровый заповедник. И там в этом бобровом заповеднике на лесных речках живут бобры. Первое предложение зацеплено со вторым предложением. Бобры, они, посмотрите, переход существительного вместо имени. Они перегораживают речки плотинами. То есть мы понимаем, что речь идёт о бобрах, которые живут в заповедниках и которые перегораживают речки плотинами и строят свои небольшие домики, которые называются хатками. Можем ли мы дать название этой записи? Можем. Можем ли мы сказать, что предложения друг с другом связаны? Конечно же, можем. Можем ли мы эту запись озаглавить? Тоже можем. Мы понимаем, для чего даются эти предложения? Дается эта запись. Пока мы её условно называем запись. Да, мы тоже это прекрасно понимаем. То есть перед нами уже не запись, а текст. Переходим к следующему слайду. Текст – это несколько предложений или абзацев, связанных в целой темой и основной мыслью. Текст может состоять из одного абзаца, а может быть статьёй, может быть книгой. Мы с вами увидели, что перед нами был действительно текст, который был связан единой темой, единой основной мыслью. И он состоял из одного абзаца. Какова же функция текста? Обеспечение коммуникации в процессе жизнедеятельности людей. То есть мы пишем тексты, в которых что-то передаётся, о чём-то рассказывается. И это, естественно, правильно. Основные свойства текста – это неразрывное единство формы и содержания. И вы видели это. Если в первой записи мы бы переставляли предложение, то смысл бы там всё равно не изменился. А вот во второй записи, если бы мы переставили предложение, то тогда бы были логические нарушения. И мы понимаем, что нарушилась бы форма. То есть произошло бы отсутствие связности приложений. И текст, можно сказать, бы рассыпался. И всё это, естественно, если мы неправильно соединим все предложения в тексте, естественно, либо какое-то предложение вытянем, переставим, то это будет обессмысливание текста. Идём далее. Между предложениями в тексте существует смысловая связь. Это то, о чём я вам уже сказала, что каждое предложение зацеплено друг с другом. И в одном предложении даётся мысль определённая. Она продолжает развиваться дальше по всему тексту. Причём связанными могут быть не только предложения, расположенные рядом, но и отделённые друг от друга одним или несколькими предложениями. А смысловые отношения между предложениями различны. Содержание одного предложения может быть противопоставлено содержанию другого. У нас это не было представлено в нашем тексте, но такое может быть. Далее. Содержание второго предложения может раскрывать смысл первого или пояснять один из его членов. А содержание третьего – смысл второго. И так далее. Любой текст представляет собой соединение предложений по определённым правилам. И с этими правилами мы с вами тоже сегодня познакомимся. Мы с вами уже сказали, что в тексте должно быть содержание, должна быть тема и должна быть обязательно идея. Смысл текста – это единство, его содержание и словесная форма выражения этого содержания. Содержание текста может быть выражено только в словесной форме. В тексте может быть проблема, над которой размышляет автор. И единство тексту придаёт тема и идея. Каждый текст создаётся на определённую тему. То есть не бывает такого, что текст без темы. Тема текста – это то, о чём, либо о ком в нём говорится. Темы текста в сочинении устных высказываний могут быть широкими, могут быть общими, могут быть общими-узкими, могут быть конкретными. Например, охрана природы – это широкая тема. А вот ребята, спасли тонувшего в реке зайчонка – это уже тема узкая. Широкая тема, она как бы вбирает в себя ряд узких тем. А узкая относится к широкой, как часть, к чему-то целому. Бывает такое, что, ну вы же понимаете, что когда вы читаете текст, вы обязательно ищите тему. И тема чаще всего представлена нам в заглавии. Но бывает такое, обратите на это внимание, особенное внимание, когда заглавие нулевое. Что это значит? Некоторые лирические стихотворения, они абсолютно не имеют заглавия. И вы обращали внимание, что его отсутствие обозначается звездочками. Три звездочки вы видели. Ученые в таком случае говорят – это нулевое заглавие. Вот как раз те знания, которые сейчас я вам дам, вы можете их использовать на уроке литературы. Итак, если заглавия нет, что делать? Стихотворение называется по первой строке. Причем по первой строке, а не по ее части. Произносить эту строку нужно с понижением голоса, с интонацией законченности, в отличие от интонации незавершенности при выразительном чтении первой строфы. Когда у стихотворения нет названия, то читателю приходится проделывать особенно такую интенсивную умственную работу. Автор как бы предлагает ему самому восполнить отсутствующие заглавия. Автор как бы играет с вами и говорит – подумайте, поразмышляйте. А сделать это подчас довольно-таки непросто. В стихотворении бывает несколько смыслов, и они открываются читателю не сразу, они открываются постепенно. И для этого надо перечитывать каждую строфу и каждую строчку неоднократно и ставить перед собой вопросы и искать на них ответы. И это, кстати, очень и полезное, и увлекательное занятие. Мы движемся дальше. У нас стихотворение Аполлона Майкова. «Ласточка примчалась и забела море, Села и запела, Как февраль не злися, Как ты, март, не хмурся, Будь хоть снег, хоть дождик, Все весною пахнет». У нас в этом стихотворении нет названия. Название берем по первой строке. «Ласточка примчалась». Все, что я вам сейчас рассказала, Необходимо для того, чтобы вы умели на тему определенную И говорить, и писать. И вот такую даю вам небольшую инструкцию, Как работать, как развивать умение писать, И как нужно говорить на тему, И с темы этой не выходить. Развивайте умение писать и говорить на тему. Готовясь к устному или письменному высказыванию, Вдумывайтесь в его тему. Это самое важное. Каждое слово в названии темы имеет значение. Например, тема «Снег», «Первый снег», «Каким я видел снег в лесу», «Каким я видел снег однажды вечером». Эти темы близкие, Но они совершенно разные. Высказывание надо строить так, Чтобы каждое предложение в нем Помогало раскрытию данной конкретной темы. То есть о чем говорится? Говорится о том, что необходимо прежде всего Обдумать название И четко понять, Что вам необходимо писать в сочинении, Либо о чем вам необходимо говорить. Переходим дальше. Основная мысль текста. Что такое основная мысль текста? Это то, к чему он призывает, Чему он учит, Ради чего этот текст написан. Она обычно передает отношение автора К предмету речи, Его оценку изображаемого. В художественном тексте Часто используются предложения Со значением оценки. И выражая основную мысль, Автор чаще всего движется по ступенькам, Переходя от одной части в другой. Основная мысль может быть выражена в заглавии, В одном из предложений текста. Но чаще всего ее надо найти И сформулировать. Основную мысль легко найти В тексте публицистическом. А вот в художественном тексте Это всегда сложнее. Иногда нужно смотреть между строк. Нужно уметь прочитать между строк. А что же хотел автор вам сказать? Для чего он написал этот текст? Что он хотел сказать читателю? В этом заключается основная мысль текста. Идем дальше. Но вы представляете, Что когда перед вами текст, Он делится на абзацы. И эти абзацы как раз и представляют, И называются, У каждого абзаца в этом Есть своя определенная микротема. Потом они все будут, Потом они все вместе Собираются в единую тему. Итак, микротема Это часть темы. Все микротемы подчинены Общей теме. И они ее раскрывают. Если в тексте есть несколько частей, То каждая из них имеет свою тему. Часто микротема выделяется в отдельный абзац. То есть начинается с красной строки И графически выделяется в тексте. Это тоже вы все знаете. По количеству абзацев Можно определить количество микротем. В абзаце выделяют зачин, То есть начало, Развитие мысли, И обязательно должен быть конец. Обязательно должна быть концовка. Что же такое абзац? Абзац – это часть текста Между двумя отступами, Которые служат для выделения основных мыслей. Для перехода от одной мысли к другой. Предложения в абзаце тесно связаны между собой. Одной мыслью. И каждый новый абзац – это новая мысль. Новый этап в развитии действия. В каждом новом абзаце будет появляться Новая и новая микротема. И вот таблица строения абзаца. Все это и представлено. То, о чем я сейчас вам рассказываю. Давайте с вами прочитаем небольшой текст. Рядом с нашим... Называется текст «Бабочка». Рядом с нашим домом лежит старое трухлявое бревно. После обеда вышел я посидеть на бревно, А на нем – бабочка. Я остановился в стороне, А бабочка вдруг перелетела на край. Дескать, присаживайся. На нас-то двоих места хватит. Я осторожно присел с нею рядом. Бабочка взмахнула крыльями И снова распластала их, Прижимаясь к бревну, Нагретому солнцем. Тут неплохо, – ответил я ей. Тепло. Бабочка помахала одним крылом, Потом другим, Потом и двумя сразу. Вдвоем веселей, – согласился я. Говорить было вроде больше не о чем. Был теплый осенний день. Я глядел на лес, В котором летали между сосень чужие бабочки. А мои глядели в небо Своими огромными глазами, Нарисованными на крыльях. Так мы и сидели до самого заката. Поработаем мы с вами, ребята, С этим текстом. Вы видите, и название у нас есть, Бабочка, и есть у нас абзацы, И диалог у нас есть в этом тексте. Ну и сейчас мы с вами посмотрим, Какова же основная мысль этого текста И разберемся. Итак, признаки текста. Текст – это единица речи. Он не существует в готовом виде, Как, например, слово в языке. Текст всегда кто-то создает. И у текста есть обязательно автор. А возможно, могут быть еще и авторы. И вот вам, пожалуйста, Сейчас мы это все, Как раз вот и посмотрим, Все эти признаки раскроем На примере текста «Бабочка». Автор рассказа «Бабочка» – Известный детский писатель Юрий Иосифович Коваль. Добрый, мудрый человек, Обладавший тонким чувством юмора. В молодости он был сельским учителем. Учил уму-разуму деревенских ребятишек. Для них, собственно, он и начал писать. Текст имеет заглавие. И мы на это уже с вами обратили внимание. Заглавие текста зависит от содержания его. А содержание обуславливается темой. О чем этот текст? И основной мыслью, идеей. В чем нас убеждает? Итак, наш текст озаглавлен «Бабочка». Его тема необычна. Это общение рассказчика, Человека с бабочкой. Почему это возможно? Потому что человек и окружающая его природа – Это единое целое. В гармоническом единстве человека и всего живого вокруг И убеждает читатель рассказ «Бабочка». В этом его основная мысль. В этом его идея. Тема и основная мысль текста раскрываются постепенно. Поэтому текст можно разделить на смысловые части. Первая часть – начало. То, без чего текст был бы невозможен. Начало рассказа «Бабочка» – два первых предложения. Если бы рядом с домом рассказчика не лежало старое бревно и рассказчик не вышел бы после обеда посидеть на нём, то, естественно, никакого общения его с бабочкой и не было бы. То есть, если не было бы темы рассказа, и, следовательно, не было бы и самого рассказа. Идём дальше. Вторая часть текста, она является основной. Она, в свою очередь, может делиться на более мелкие смысловые части. Смотрим правую колоночку. Основная часть рассказа «Бабочка» делится на три части. Первая – это гостеприимное приглашение. Вторая – это беседа. А третья – любование природой. Последняя смысловая часть текста – конец его. Все части текста связаны по смыслу. Они раскрывают общую тему и идею, и структурно. Конец текста обычно возвращает нас заглавию или начало его, благодаря чему текст получает композиционную завершённость, то есть в нём всё есть, никакого дополнения, продолжение уже не нужно. Смотрим правую колонку. Конец рассказа – последнее предложение. Так мы и сидели до самого заката. В нём слово «так» вбирает в себя все предыдущие части и таким образом структурно оформляет их идейно-тематическую связность, ведь все части раскрывают одну общую тему и идею. Местоимение «мы» в данном случае значит «рассказчик» и «бабочка» и возвращает нас заглавию текста «бабочка», благодаря чему он получает композиционную завершённость. Обратим внимание на способы связи предложений в тексте. То есть мы понимаем, я вас снова возвращаю к тем двум записям, которые были изначально, с чего мы начинали, и я вам дала понять, что вторая запись являлась текстом, потому что все предложения были связаны. Вот сейчас мы с вами рассмотрим, какая связь может быть между предложениями. Итак, может быть цепная связь и может быть параллельная связь. Так, параллельная связь – это соподчинение второго, третьего и тому подобное предложений первому. Схема с параллельной связью. Посмотрите, вначале стоит первое предложение, и к ним второе, третье, четвёртое, пятое предложение и так далее, оно как бы делает посыл к первому, возврат к первому. Первое предложение содержит тему, даёт общий план картины, а вот все остальные связаны с ним и по смыслу, и грамматически. Они детализируют общую картину, они конкретизируют тему текста. Давайте с вами рассмотрим небольшой текст. «Радостно, шумна и пахуча весна в лесу. Звонко поют птицы». То есть мы понимаем, что это всё происходит в лесу. «Звенят по деревьями весенние ручейки». Это всё в лесу. «Смолой пахнут набухшие почки». И это всё возврат к первому предложению. Это всё происходит в лесу. И это называется параллельная связь. То есть данное одинаково во всех предложениях. И все предложения связаны с первым. Предложения сопоставляются, либо противопоставляются. Посмотрите, вот ещё разочек на эту схему. И ещё один образец я вам дам, на котором мы рассмотрим эту параллельную связь. Леса оздоравливают землю. Они не только исполинские лаборатории, дающие кислород. Они поглощают пыль и ядовитые газы. Их справедливо называют лёгкими города. То есть в первом предложении у вас идёт основная мысль, а потом все остальные предложения, они снова делают возврат к первому предложению. И они все связаны с первым предложением. Следующая связь – цепная. Что это значит? Последовательная связь второго предложения с первым, третьего со вторым, четвёртого с третьим и так далее. Вот перед вами схема цепной связи. Один, два, три, четыре. То есть они все между собой как бы зацеплены. Цепная связь обусловлена чередованием данного и нового. То есть у нас есть данное, к нему добавляется новое. И так выстраивается текст. Мысль автора развивается последовательно. То, что в первом предложении было новым, во втором оно уже становится данным. Давайте с вами рассмотрим текст. Где-то за горизонтом шла гроза. Она, то есть гроза, рассылала в жаркую летнюю дочь, ночь, прошу прощения, решительные, широкие раскаты. Гром, раскаты, гром, уже почти обессиленный в пути оживлялся под сухой крышей. То есть посмотрите, как происходит вот это вот сцепление. Повторяю, одно предложение сцепляется со вторым и получается текст. То, о чем я вам говорила, вот оно новое стало данным в следующем предложении. А последующее связано с предыдущим. Предложения сцепляются. Вокруг города раскинулись леса. В лесах попадались озера с огромными соснами по берегам. Сосны все время тихонько шумели. Вот, пожалуйста, предложения, которые именно связаны между собой. То, о чем я сейчас и рассказывала. То есть это все цепная связь. Одно зацеплено за другое. Средства связи предложений в тексте. Для того, чтобы правильно зацепить одно предложение за другое, чтобы не было ошибок, чтобы не было речевых ошибок, необходимо прежде всего знать, с помощью каких средств мы это будем делать. Существуют лексические средства и существуют грамматические средства. Давайте с вами рассмотрим. Итак, лексические средства связи. Это, прежде всего, однотематическая лексика. Это то, с чего мы начинали в самом начале, когда мы рассматривали с вами две записи. То есть вторая была запись, в ней как раз и была однотематическая лексика. Запись о бобрах, я напоминаю вам. Смотрим примеры. Однажды читатель берет в руки книгу. Возникает воспоминание пережитого счастья или горя. И пораженный он восклицает. Как этот человек мог выразить мои переживания? Сопереживание, сопереживание, ощущение своей слитности с автором – это одна из сторон постижения поэтической книги. То есть у нас дается однотематическая лексика. Читатель, книга, автор. Все это, еще раз говорю, называется однотематическая лексика. То есть в одной тематике. Идем дальше. Лексический повтор и однокоренные слова. Мы на это тоже с вами уже обращали внимание. Все блага и радости жизни создаются трудом. Без труда нельзя честно жить. С малых лет учись быть верным слову. Верность слову – твоя личная честь. Посмотрите, у нас есть и повтор лексический, и есть однокоренные слова. Верным – верность. Труд – трудом – повторением. Синонимы. В том числе и контекстуальные синонимы, и описательный оборот. Что такое контекстуальные синонимы? Вы помните, что синонимы – это слова, которые обозначают одно, одно и то же, но пишутся по-разному. А что такое контекстуальные синонимы? Когда мы… Есть в контексте можно найти одни, скажем, слова, которые обозначают одно и то же, но они совершенно по-разному пишутся. И если их вытянуть из текста, то они никогда не будут вообще синонимами. Они только будут, только лишь в тексте контекстуальными синонимами. Из Беловежской пущи на Волынь завезли зубра. Новички быстро прижились и перестали бояться людей. Зубры – новички. Обращаем на это внимание. Дальше. Над самой головой раздавался стук дятла. Лесной доктор – дятел и лесной доктор. Одно и то же. Обследовал больное дерево. Дальше. К классическим средствам связи относятся и антонимы, в том числе и контекстуальные. У природы много друзей, недругов у нее значительно меньше. Страшен враг за горами и гораздо опаснее он за плечами. Обращаем внимание на антонимы. Друзей, недругов, недругов и так далее. К классическим средствам связи относятся и описательные обороты. Построили шоссе. Шумная стремительная река жизни соединила область со столицей. Шоссе, и это описательный оборот, шоссе есть шумная стремительная река жизни, которая соединила область со столицей. К грамматическим средствам связи относятся союзы. И чаще всего это союзы сочинительные. Война принесла нашей стране много горя, бед и несчастья. Но наш народ победил потому, что был до конца предан своей родине. Вот вам, пожалуйста, сочинительный союз, но который является грамматическим средствам связи и участвует в соединении предложений. К грамматическим средствам связи относятся также и местоимения. Это могут быть и личные, и указательные местоимения, и определительные, и местоимения другие. Любите книгу всей душой. Она не только ваш лучший друг и помощник, но и до конца верный спутник. Мои друзья, моя опора, любой из них протянет мне всегда руку помощи. Обращаем внимание, книга, существительная книга меняется на местоимение. На местоимение она. Грамматическим средствам связи относятся также и наречия. Местоимения наречия. Здесь, тут, там, везде, всюду, однажды и другие. Туристы вышли на поляну. Здесь решили они остановиться на ночлег. На поляну. И именно конкретизируем, где? Здесь. Это тоже, повторяю, является грамматическим средством связи. Наречия участвуют очень активно в соединении предложений. Но мы движемся с вами дальше. Что участвует еще в соединении предложений? Кроме наречий, кроме союзов, это могут быть частицы. В поле гулял ветер. В лесу же была тишина. Вот вам, пожалуйста, частица «же», которая является также грамматическим средством связи. И она необходима для того, чтобы предложения зацепились друг за другом. Что может быть еще грамматическим средством связи? Вводные слова, которые указывают на порядок явлений, либо мысли и связь между ними. Занимайтесь спортом. Во-первых, он даст вам здоровье. Во-вторых, укрепит ваш дух и, наконец, принесет массу удовольствия. Видовременная соотнесенность глагольных форм. Одно время и один вид в соседних предложениях. Подражание французскому тону времен Людовика XV было в моде. Любого к отечеству казалось пиданством. Тогдашние умники превозносили Наполеона с фанатическим подобострастием и шутили над нашими неудачами. Это слова Александра Сергеевича Пушкина. То есть здесь все глаголы употреблены в форме прошедшего времени. И вот как раз на это грамматическое средство связи нужно обязательно обратить внимание. То есть не надо свешивать видовременную соотнесенность. Оставляем одно время, один вид в соседних предложениях. Движемся дальше. Обратим внимание на числительные. Количественные, порядковые и собирательные. Они тоже являются грамматическим средством связи. Друзья работали слаженно. Двое мальчиков кололи дрова. Трое складывали их в поленицу. Вот вам, пожалуйста, числительные, которые участвуют в этой зацепке между предложениями, в этом сцеплении между предложениями. Неполные предложения эллипсис, отсылающие к предшествующим элементам текста. На столе стояла лампа, огонь в камине, на стене тени. То есть здесь все предложения, они двусоставные и неполные. Синтаксический параллелизм. Если вы не знаете, что это такое, тогда обратимся к этому понятию и рассмотрим. Синтаксический параллелизм – это одинаковое построение нескольких рядом расположенных предложений. Посмотрите, уметь говорить – искусство. Уметь слушать – культура. Два предложения, они оформлены, они составлены одинаково. Идём дальше. Предложения могут связывать сразу несколько языковых средств. То есть если мы с вами говорим о грамматических средствах, связи, о лексических, а вот сейчас мы с вами обратим внимание на то, что сразу связаны несколько языковых средств. Кто-то незнакомый стоял на перекрёстке. Этого человека я видел и вчера. То есть перед нами указательное местоимение, синоним и частица. Частица и союз. Идём далее. Помните, что встречается комбинация средств связи. То, о чём я сейчас говорила. Ещё раз обратим на это внимание. Например, вокруг города по низким калмам раскинулись леса. Все леса были богаты живностью. Одновременно работают как средство связи определительное местоимение и лексический повтор. Вокруг города по низким калмам раскинулись леса. Именно они являются лёгкими нашего города. Одновременно работают как средство связи частица, личное местоимение и лексический повтор. Необходимо также помнить, что понять, является или не является то или иное слово средством связи, можно только при совместном, как бы, слить нам чтение двух соседних предложений. Либо предложений данного предложения, в котором вы хотите обнаружить средство связи. И предыдущего, с которым как раз и устанавливается связь. То есть мы берём не одно предложение, а берём два рядом стоящих предложения. И вот тогда мы сможем рассмотреть вот эти вот зацепки, вот эти средства связи, которые соединяют два предложения. И хочу сказать в конце, что для того, чтобы что-то написать, чтобы что-то донести до слушателя, необходимо прежде всего работать по плану. Когда вы готовитесь к устному или письменному высказыванию, обязательно составьте его план. То есть вы должны будете сформулировать вопросы, которые вам необходимо будет раскрыть. И продумать их последовательность. А также продумать смысловую связь и переходы от одной части вашего будущего высказывания к другой. И это очень важно. То есть мы с вами говорили о том, что для того, чтобы раскрыть тему, вы прежде всего должны понять набор слов, которые находятся в теме. И потом по плану продвинуться дальше. То есть в этом как раз и будет успех вашей работы. Если вы делаете сочинение, если вы составляете текст, нужно использовать вот эти знания. Сейчас мы с вами будем проверять свои знания, посмотрим, что получилось, что не получилось, что запомнили, что не запомнили, на что надо будет обратить еще внимание. Но перед этим я хочу сказать вам следующее. Что когда вы готовите работу, то ли это будет устный текст, то ли это будет письменный текст, необходимо прежде всего обращать внимание на начало текста и на конец текста, потому что это запоминается. То есть срединка текста, она не так запоминается, но все равно к ней нужно подходить тоже очень ответственно к написанию средины. Но еще раз повторяю, начало текста и конец текста – это наиболее важные позиции в тексте, так как они актуализируют, то есть выделяют и усиливают основной смысл текста, его тему. И сейчас мы с вами, сейчас я предложу вам несколько текстов, чтобы потренировать вас немножечко, чтобы вы понимали, о чем у нас идет речь. Итак, обратим внимание на повествовательные тексты, на повествовательное начало, на вопросительное, на побудительное, на именительные представления и на указательное. Повествовательное. Закат прекрасен, а на других туман, как разлив, и черна – полоска леса на горизонте, черны верхушки стогов, а ветви – берез над головой неподвижны, воздух спокоен и теплый. То есть первое повествовательное предложение, оно окрасило весь текст описания спокойной повествовательной интонацией. Обратим внимание на вопросительное. Почему я расположил свои письма именно так? Так, сперва я пишу в своих письмах о цели и смысле жизни, о красоте поведения, а потом перехожу к красоте окружающего нас мира, красоте, открывающейся нам в произведениях искусства. Я делаю это потому, что для восприятия красоты окружающего человек сам должен быть душевно красив, глубок, стоять на правильных жизненных позициях. Попробуйте держать бинокль в дрожащих руках. Ничего не увидите. Это слова Дмитрия Сергеевича Ихачева. Обратим внимание на побуждение в начале текста. Люди, братья, опомнитесь, одумайтесь, поймите, что вы делаете, вспомните, кто вы. Далее, указательное. Да, вот они, русские характеры. Кажется, прост человек, а придет суровая беда, большом или малом, и поднимется в нем великая сила, человеческая красота. Это слова Толстого. Либо это может быть именительное представление. Любовь, Россия, Солнце, Пушкин, могущественные слова. Именительное представление – это самое яркое средство представления темы, потому что начало и конец текстов стихотворения Северианина соотносительны по оценочному значению. И еще приведу вам и тему текста, которая может быть еще и в обращении. И она занимает начальную позицию. Последняя туча рассеянной бури, Одна ты несешься по ясной лазуре, Одна ты наводишь унылую тень, Одна ты печалишь ликующий день. Распространенные обращения могут содержать оценку предмета, то есть тему текста. И обратите внимание на интонацию, с которой нужно начинать, когда мы связаны с обращением. И, естественно, для того, чтобы усилить тему, для того, чтобы усилить основную мысль, нужно это будет еще и добавить в последнем предложении. Так, ребята, а теперь постараемся проверить себя. Восстановите, пожалуйста, правильный порядок предложений в рассуждении. Это как раз то, о чем я говорила, когда рассматривали мы с вами элитическую, грамматическую связь. Первое. А бедные люди часто совсем не получали соли. За столом солонка стояла около хозяина. Вот почему до наших дней сохранилось слово «пересолить» в смысле перестараться. Особенно старался хозяин перед богатым гостем. Когда-то на Руси соль была очень дорогой. Больше сыпал тому, кого уважал. От этого появилось выражение «несолоно хлебавших», которое означает «уйти, не получив ожидаемого». Он сам всыпал соль гостям и нередко пересаливал. Вы видите, что здесь все предложения, они разбросаны, они разъединены. И нам сейчас с вами необходимо будет соединить предложение таким образом, чтобы у нас появился текст. А для этого вам необходимо сейчас в чате написать, какое предложение, номера предложения, какое за каким будет идти, что за чем будет идти. Ну, допустим, вначале будет цифра 7, потом будет, может быть, цифра 1, потом, может быть, цифра 9, чтобы у нас получился связанный текст. Для этого необходимо поработать. Начинаем, вычитываем и проставляем номера. А я жду ваших ответов и смотрю в чате ваши ответы. Спасибо. 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 Итак, появился первый ответ. 5, 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 3. Хорошо. Хорошо. Еще. Я напоминаю вам, что у нас должна быть и смысловая связь, и грамматическая связь. Напоминаю, что каждое предложение, оно зацеплено друг с другом. 5, 1, 2, 4. И так уже появились расхождения. Первая пятерочка у нас и в одном ответе, и во втором и в третьем. А вот уже второй номер начинается расхождение. 1, 2. Текст перед вами будет небольшой, но надо постараться понять его смысл. Проверяем, ребята, себя. Проверяем, не боимся. Печатаем. Так. 5, 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 3. Кто же из вас прав? Открываем ответ. Ключ. 5, 2, 8, 6, 4, 9, 3, 1, 7. Ребята, мне было очень приятно с вами сегодня работать, но, к сожалению, наш урок уже подошел к концу. Я прощаюсь с вами сегодня и надеюсь на встречу через неделю. Всего доброго. Удачи вам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова